света solar тот хайп у каши ну да подарил подарок и то что ты хотел про меня гадости говорит он хотел ударить женщину на повестке дня у нас света со юбочу наделать метро или как я ее называю святая соляра когда-то давно я уже снимал ролик про сия симпатичный мамзель глядь короче весь не был момент тоже метро с японкой немножко такой необычный в общем мы стояли в переполненном метро и вдруг стала какая-то женщина с места и мы оба вот с этой японкой взглянули на это свободное место и я такой начинаю на нее смотреть и говорить садитесь сидаун приз она смотрит на меня такое это курс садитесь она такая мими маму игру я не понимаю вас садитесь и дал при а я на ли японском я ничего не понимаю и нелли такая говорит я шумели я сделал ну минуту минуту где-то так пытался и уговорить сесть и нелли говорит блять макс долбоёб она имеет ввиду то что у нее на остановке сейчас и выходить надо ты загораживаешь проход мне так было неудобно потому что я реально стоял игру да садитесь до чего вы стесняетесь давайте свободное место я мужчина вы женщина давайте садитесь а я просто блять ей мешал выйти сколько можно ждать операцию в кэске ждать не нужно операция джангл блэйд на epic drop это лучшее что могло с тобой произойти почему да потому что операция стоит 600 рублей но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная экономия на ровном месте да потому что первые квест операции это подписка на соцсети открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень да потому что уже за 15 квест ты получишь случайная тайна а в п за 30 и 45 перчатки а за 60 последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож операция продлится всю весну прогресс квестов сохраняется выполнять задание можно хоть каждый день этому советую начать тебе прямо сейчас ссылочка находится снизу тогда в прошлом ролике просто ровлил над ней и ее контентом и после чего благополучно про нее забыл но с тех пор утекло много воды и других прочих жидкостей ведь данный персонаж каким-то магическим образом умудрился перескочить свой кринж но я же хотел как лучше я же реально хотел помочь просто до получилось кринжова немножко в результате она золо прямиком на кашу сам по себе персонаж особо за девять месяцев никак не эволюционировал контент в тик токе толком не поменялся популярно как она эволюционирует ну давайте искренне типа и цвета solar бате своей попой бате своими титьками что вот изменится вы что ждете что через полгода сядет такая ребята сегодня делаем обзор на stellar blade как мне эта игра как она ощущается давайте по порядку начнем с графике вы реально этого ожидаете или что блять или вы ждете что она умник создаст его плане развития вы чё настала угасать при 11 миллионах подписчиков она уже имеет довольно скромные просмотры да и в телеге интерес аудитории к ее персоне на тот момент сильно подугас и поэтому наша героиня решила активировать режим медийный прилипал the solar добрей добей мне миллион в тик токе пожалуйста я искренне считаю данного персонажа не медийной пиявкой пиявкой потому что с какой стороны не посмотри она всегда старается втиснуться с кем-то кто хоть как-то на хайпе так сначала натусовалась никоглаем и золиком затем просто с иваном зола которых слова уже стал гигачадом уже нормалдаки а затем наша пиявка переключилась на кашу и его тиму под названием шпана если вы также сидите в недоумении о том как этот пухляш смог склеить солярку то на мой взгляд тут есть несколько вариантов первый самый простой он просто-напросто воспользовался секретной запрещенной во всем мире техникой пикапа хотите познакомиться с женщиной произвести на нее неизгладимое впечатление но но достаньте просто хуй у вас нет пятнадцатого про макса с нас не произведется как бывает вручите в руки сосиску но так как у каши есть айфон пятнадцать про макс то сто процентов этот века светосолар просто майонезом заманили и стало все понятно вариант отлетает и поэтому естественно светочка с солями не устояла перед нашим геркулесом и пала перед его величием ну и еще у него есть огромная медийная узнаваемость но это так всего лишь детали и уже спустя какое-то непродолжительное время я стал подозревать что светка самый настоящий засланный казачок ворвавшийся в эту нестандартную тему на пике и и хайпа и как вы думаете за это словар кстати честно не очень похоже по вайб ну прям супер вне вайба краски шпаны она не понимает их шутки не шутят также кринжуют постоянно с каждой хуйней даже не понимаю типа ей и самой то в кайф там ну тусить потому что выглядит так постоянно что он такая блять с кем я нахожусь что за чуваки у меня в компании бля пиздец странно это выглядит на самом деле страны зачем за тем что каша просто напросто ей понравился сказал бы я если бы был наивным дурачком на очевидно же что наши блонди втиснулся в эту компашку в основном ради фейма и медийной выгоды но помимо этого еще в ее голову закралась мысль что можно не просто участвовать совместных шоу а еще и пускать в ход свои бабские штучки в виде флирта по отношению к самому медийному челику коим является каша из чего возникает вывод что светик смит светик предполагаемо скачет на кашу уже долгое время для того чтобы просто медийку себе подсосать почему я предположил что на возможно нем скачет потому что на нем скачет не знаю как же она старается соблазнить каш она просто пускает вход абсолютно все свои эти тактильные блядь самое главное короче высокие даже не знаю а это происходит только в кадре и без кадра тоже приемы так бывает когда ты блогер который теряет свою популярность ее нужно всеми силами воскресить а подушки безопасности в виде высшего образования у тебя нет вот и имеем что имеем ведь очевидно что подмазываться каши гораздо проще чем сдать тот же егэй поступить в университет 32 и попасть в такую ситуацию довольно просто ведь до экзаменов осталось всего каких-то два месяца а ты еще возможно даже не готовился либо готовился но через одно место и поэтому специально для тебя онлайн шаблонди и благодаря ней как раз таки этот стрим и разлетелся на различные нарезки в тик токе бороздя по необъятным глубинам тик тока и натыкался на видосы с нарезками того самого фрагмента где каша замахивается на солярку и череки пишут что мол ну ой ну видно же что ему так неприятно и некомфортно когда она к нему лезет подарил подарок большой дорогой прикольный и то что ты хотел разбил в ответку подняла кулак и тут я категорически не согласен ведь если посмотреть не отрывок этого фрагмента и какие-то нарезки а весь стрим целиком то картина становится куда яснее и я сейчас говорю про то что на мой взгляд на мой взгляд каши очень даже нравится что к нему прикасается света solar просто так на камеру он делает вид что типа ему это некомфортно а на самом деле они там все понятно все по неплохо неплохо вычислила и тебя просто нужно делать что-то нормально адекватно то что более популистка ну да ты так выглядит лицо человека которому максимально некомфортно со светой solar проверил скидет подарки просто по плюс одному быку и в соревноваться кто дольше проживет пусть они ну каш ну признайся ну ну нравится тебе ее внимание просто на камеру ты такой делаешь и по типу ой все уйди а за кадром небось такой думаешь о да блять прикасайся ко мне побольше после всех подкатов и тактильных ласа как я и сказал ранее у этих двоих произошел конфликт и как по мне просто по лютой фигне где по сути нет победителей так все началось какой-то страны рубашки где по итогу оказалось что свете квартир якобы украла счастливую рубаху каши это человек вор это человек обманщик и у меня своровал и также воспользовался тем что я был в отключке и спекла у меня рубашку она меня ограбила среди белой ночи как вы видите у меня от нее остались побои которые я сниму в полиции вот видите и кто-то может сказать что ну ну взяла на твою рубашку и что что ты так развонялся но прикол в том что рубашка была непростая а с различными бафами которые давали плюс 20 к интеллекту плюс 15 30 к харизме и плюс 70 удачи по мнению каши она имеет ценность для меня не просто как вещь не просто как одежда не просто потому что она там стильно выглядит эту рубашку я надевал только по особенным дням прозвучит тупо но это моя счастливая рубашка я ее не надевал просто так никогда в жизни вы ее могли увидеть на мне только два раза на пушке и на стриме у дк с мазелом но если рассматривать эту ситуацию с позиции каши то можно действительно сказать что вот же светом брать и нагло украла рубашку но если рассмотреть обе стороны этого конфликта то тут уже больше вопросов возникает каши я украла рубашку я вор именно с таким заявлением вова каши на своем стриме высказался обо мне я прикиньте что не специально разогнали этот конфликт насчет насчет рубашки и типа ребята давайте разгоним конфликта что украл у меня рубашку украдим мою рубашку давай несколько часов и лишнюю одежду я не брала он снял дом садовом товариществе проблема в том что там не работала геолокация очевидно там была ни одна дорога задалась этим вопросом ночью единственный человек который в теории знал путь уже был не в состоянии что-либо говорить а у меня был утренний рейс я говорю вове что вов нужно как-то решить эту проблему чтоб я понимала куда мне идти как нет просто иди голый в чем проблема снова вы не собирался помогать мне с решением данные проблемы мне было полный а до этого мы с ним договорились что через пару дней он приезжает в москву и когда он будет в москве он будет жить у меня наступает утро я понимаю что на улице очень холодно а я даже не знаю куда мне идти идти голый башку вот эту рубашку она флисовая она теплая я думаю что в целом не будет большой проблемы если я ее возьму он спал поэтому я не спросила так короче подписчики дико извиняюсь сейчас будет еще немножко в минутка духа ты но короче скоро закончится обещание вообще похуй типа в чем проблема раз близко эти возьмут его рубашку но даже так перейдем к его польству то есть никакой проблемы в том что я взяла его рубашки не было на стриме же он начал врать о том что это какая-то не на важная рубашка о том что надевал всего там два раза на какой-то стрим и на интервью пушки мы открываем интервью и что видим другую рубашку жулик не воруй и на интервью пушки мы открываем интервью и что я не говорил про интервью пушка то мы видим другую рубашку что с дека и мазелом пить говорил пить говорил то что эта рубашка была на пушке не может быть топ простите вы ее могли увидеть на мне только два раза на пушке и на стриме у да блять похуй сука это просто разгон ради разгона с мазелом не может быть ладно на его рубашку я считаю что в этом случае каши поступил как какой-то инфантил но самый бив всего этого конфликта произошел в тот момент когда на своем дне рождения каша пошутил от мурманском чем якобы оскорбил этот город сегодня прямо на днях у меня образовался один конфликт но не с блогером не стримером каким-то не с ютубером а с целым городом про меня официальный паблик мурманск написал пост по поводу того что я скорбил этот город а ты мурманск оскорбила дно я мурманск оскорбил но понимает свое место мурманск не понимает мурманск я сказал то что мурманск мурманск после чего екатерина мизулина сделала пост где обвинила его в реабилитации над и каши пришлось записать кружочек с извинением дабы засосы на шее не появлялись вновь на регулярной основе уже от тех людей от которых не хотелось бы привет мне говорю шутки про города до сих пор многие делают типа в этом нет ничего такого но когда это переходит какое-то оскорбление то это уже не шутки просто реально же оскорбление как будто перешел самую грань наверное видели два поставок екатерина мизулиной про меня но сейчас говоря крайне невеселый это дело в том что я не нарушен неудачной шуткой оскорбила не так жить ли мурманск извиняюсь пережить мне какого-то помогли садить слова я чуть на них у себя особенно ветеранов от иваново главное не трогайте остальное как бы мне на грани только три города которые я не хочу чтобы кто-то шутил над ними потому что я приду к вам домой и нас роман под и это иваново северодвинске екатеринбург три города который вообще нельзя трогать и на стриме у светки спросили как она относится ко всей этой ситуации и если честно ответ каши не очень понравился то что каша оскорбил город у него такие шутки ну для меня они опять же не все его шутки смешные понятны а москва а кстати москва тоже москва тоже не трогайте потому что сейчас там живу омск ладно омск тоже метам друзья живут поддерживаю это потому что блин ну я так не пошутила короче не трогайте россию или вам пизда цвета вот как ты думаешь вот после такого я буду с тобой общаться вообще не и увидев вот этот момент я тоже подумал что света ссора очевидно пытается слиться потому что я не увидел ни одного повторюсь ни одного соки она так я тоже 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 можно не трогать лобов поддержку каши ты не кричала россия на шоу номинациях потому что это связано с политикой почему-то сейчас открыл свой рот а вот это кстати интересное замечание и интересно кстати я был в алматы поэтому наверное тоже алмату не надо трогать согласны но тем что когда я смотрел реакцию бэбрины на всю эту ситуацию павлодар тоже как бы трогать не надо это же там был отцу то она дала очень интересный комментарий по отношению минск тоже думаю на трогать нюк свете solar грозный а грозный не надо вообще никогда трогать пошутила про города а рекламу делать после трагедии мы можем изначально я не хотел вставлять этот фрагмент так как я не нашел пруфов ее т.г. поскольку такую а крым а зачем крым трогать он уже и так наш вам очень любит подчищать через время но буквально недавно по счастливому стечению обстоятельств во время создания этого ролика мой хороший кореш инсайдер кэм так любезно предоставил мне информацию о том что подобная реклама все-таки было и мои догадки оказались верны прямая трансляция с кругу сити в москве наш корреспондент выдвинулся к месту происшествия и ссылочка на просмотр и более того оправдание такой рекламы выглядит с ее уст максимально смехотворно и почему бы не оставить если реально есть люди которые будут искать инфу ну типа вот могут ее посмотреть в одном из московских пабликов поэтому как бы это же не помню меня можно потрогать но только если ты знаешь как и где котиков каких-то или что такого осуждаем поэтому для меня это не выгодило вообще интересно получается насчет каши мы говорим что мы такое не поддерживаем и в целом про политику мы вообще не разговариваем но как только дело касается чернушно байт номер на рекламы связанные с трагедией которая все-таки затрагивает политику тут тут мы и кей иуда продаемся за 30 серебряников и вдруг неожиданно эта реклама она может быть какой-то там полезный да да прямой эфир стц очень полезная информация да и как бы вопрос как рекламу срана может быть полезной свете поле я согласен полностью андроксом это реально странная хуй тень как ты тут собираешься оправдываться мы помни когда она запустила эту рекламу я помню когда запустила эту рекламу мы сидели типа с ребятами охуели с этого касается каши то да он поступил как муд по поводу рубашки и тут я с ним категорически не согласен но что касается ее отмазок насчет шуток аш над мурманском ее рекламы в т.г. тут уж извините но дефо цвету я никак не могу я прочитал комментарий где говорилось про это и потом я думаю что про эту шутку что шутка неудачная ну да ну получается что неудачная но это же не рассказала то что за эту шутку не стоит как бы сажать ночи видно что да сказала надеюсь что да ну в этом клипе да не такие слова поддержки ты конечно хочешь услышать такие моменты хотя ехать за какой там поддержки каша ожидал от человека которого он даже близким не считает какого перепуга ты стала вдруг близким не человеком и стала вдруг моим другом вы либо общались до стримов либо после стримов там по 15 минут вдруг стала близким моим другом а также могу сказать я считал свету своей будущей женой матерью но это же давление на аудиторию они как бы видят вас постоянно именно вместе какие-то там постики вылезают в телеграмах в инстаграмах и не думают ну наверное вы круто кенту и тис конечно там на аудиторию это нацелено не на то чтобы ты что-то услышал на цене то чтобы аудитория услышал и сделала правильные выводы собственно все моих детей она берет слива от переписки оси громкие слова ну раз ты это прекрасно понимаешь чего тогда возмущаешься тем более ты сам сказал что она сама залетела сама вышла зачем-то начала со мной общаться зачем закончила общаться извини что я так отношусь но свет утверждает что это ты всегда звал ее на стримы и откуда вы да я просто спросил у него ты все как ты решила залететь в тусовку каши как так получилось что ж вроде бы разобрались что света считала его близким каши и занижал самооценку и другом ее не считал вопросе с рубашкой каши повел себя как импульсивный пусечка света на мой взгляд тоже решила слиться отмазаться что мол я не поддерживаю шутки каши это у него такой юмор и бла-бла-бла также она реклама бутуз за которую я люблю рвать от него в их срач есть огромное количество материала которое не вошло в роли в силу того что я не хотел чтобы он получился минут на 40 поэтому полные ответки света solar и срач с кашей будет у меня в телеграм-канале также я готов у себя в тг подискутировать на тему того кто прав кто лев кто да блять на самом деле это же нет ну то есть как бы тут непонятно где пиздеж где нет возможно вообще все эти конфликты для них такая около постанова ни хрена не понятно понять только одно все это залуп вот это точно понятно